Экономика Евросоюза пытается прийти в себя после затяжного кризиса, вызванного пандемией. Между тем, кризис еще далек от завершения, а случаи заражения COVID-19 продолжают расти в большей части Европы. Бизнес опасается нового локдауна и запретов, которые могут привести к еще большему экономическому ущербу. На Брюссельском экономическом форуме вице-председатель Еврокомиссии рассказал, что, возможно, нового локдауна удастся избежать. Мы имеем дело с пандемией, поэтому в первую очередь необходимо обратиться за советом к эпидемиологам. Мы делали это весной и делаем это сейчас. Пока эпидемиологи не дают рекомендации вернуться к закрытию всего. Надеюсь, этого и не произойдет. Еврокомиссия утверждает, что ЕС справляется с кризисом не так уж плохо. Если мы сравним ситуацию в Европе с ситуацией в США, то да, у нас есть проблемы на рынке труда и безработица. Но это даже близко не стоит с тем, что происходит в Америке. Что же тогда с восстановлением экономики? Восстановлением, при котором состоятельные люди и страны придут в себя быстрее тех, что беднее. При котором офисный работник сохраняет свою работу, а официант свое теряет. А Германия с большими финансовыми ресурсами чувствует себя лучше слабой Италии. По словам председателя Совета ЕС, фонд восстановления предназначен для борьбы с подобным неравенствам. Я убежден в нашем решении. Мы соберем 1,8 триллиона евро в следующие два года для поддержки всех государств-членов. Особенно это важно для наиболее пострадавших регионов и секторов экономики. Это лучшая демонстрация политической воли ЕС и большей европейской солидарности в будущем. У Европы есть план по восстановлению бизнеса и возвращению рабочих мест. Но континент продолжает сталкиваться с неопределенностью. Сработает ли план, будет известно в ближайшие месяцы.